Добрый день, дорогие телезрители! Вас приветствует программа «Дамский калейдоскоп» и мы ее ведущие Анна Березина и Марина Яковлева. Как это заманчиво обрести свой цветик-семицветик, золотую рыбку или волшебную лампу, подобную той, что была у Аладдина. Именно потому, что многие наши желания неосуществимы, мы придумываем разные варианты для осуществления своих желаний. От того, как вы загадываете желание, зависит то, как оно в итоге исполнится и исполнится ли вообще. Существует несколько простых способов, чтобы наиболее эффективно послать свой запрос в информационное поле Вселенной. И при соблюдении всех этих условий, вероятность успеха очень велика. Методов для осуществления желаний много, а сегодня мы с вами поговорим о таком методе, как карта желаний. И расскажет нам о нем Мария Булштейн, дизайнер. Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу программу. И, конечно, тема актуальна для всех, и для женщин, и для мужчин. Все, наверное, загадывают желания, хотят, чтобы они осуществились. Но что же такое карта желания? Сегодня мы об этом методе говорим. Значит, карта желаний. Ну, вообще, это такое взрослое письмо Деду Морозу. По большому счету. Мы взрослеем с возрастом. Смотрите, дети как пишут свои желания. Прям хочу. И все. С хорошим желанием. А взрослые уже, как правило, жизнь их потрепала, и они уже свои хочу как-то так откладывают кто в задний карман, кто в нижний ящик комода, и не совершенно к ним относятся невнимательно, скажем так. Вот. Вот этот способ внимательно отнестись к тому, что хочешь. Да. Вот. То есть создание такого коллажа занимает несколько часов, и вы в течение нескольких часов внимательно занимаетесь тем, что вы хотите, что вы хотите делать, что вы хотите чувствовать, что вы хотите иметь. Ну, в общем... Все. Не только материальное, но и какие-то духовные желания. Конечно. Более того, на мастер-классах, которые я провожу по этому коллажу, я рекомендую участникам загадывать желания не в конкретных вещах, например, а состояние, ощущение. Что я буду чувствовать, когда я буду это иметь? Потому что психологически доказано, что наша эпоха потребления предлагает такое количество всего, и в итоге мы что имеем? Шкафы, вещи. Как те самые ёлочные игрушки поддельные, которые выглядят так же, но не радуются. Ну, а как может выглядеть на бумаге, допустим, счастье? Как может выглядеть любовь, дружба? Это нужно найти, эту картинку? Вот смотрите, здесь у каждого своё. Есть способ. Вот мастер-класс состоит из нескольких этапов. Первый – это выбор картинок, то есть соответствие того, как показать Деду Морозу, или Вселенной, или Богу, показать, что я хочу. Значит, если я хочу состояние, то я что делаю? Я вспоминаю состояние. Закрываю глазки, вспоминаю какой-то момент, когда я была счастлива. И вот это состояние внутри себя запоминаю. И потом открываю журнал и начинаю листать, перебирать изображения. Это может быть картинка, вы когда из этого состояния делаете выбор, то, что вам не нужно, даже не видите. Вы из журнала вытаскиваете только то, что для вас резонирует с этим состоянием. То есть либо счастьем, либо радостью, либо заслаблением. Зависит от того, что для вас важно, актуально и ценно на данный момент жизни. Вот это в процессе мастер-класса как раз можно вытащить из себя, если его делать. И потом из этих штучек можно уже, ну, как бы из этих вот состояний. Вот если посмотреть на тот коллаж, который у меня сейчас в работе. А покажите, поверните нашим телезрителям. Он крепится, да, чтобы они увидели, вот что такое вообще коллаж и карта желания. Вот здесь различные вырезки, да, изображения. Да, это вырезки из журналов, которые мне понравились. Я их разложила сначала на лист, и потом погоняла по листу. Предлагаю вам сделать то же самое. Ой, с удовольствием. То есть вы взяли какой-то набор вырезок, и мы должны из этого выбрать... Да, я вам подготовила. Надеюсь, что вам понравится то, что я вам подготовила. Да, вы тут отгадали во многом. Да, то есть вот так надо, чтобы... Как угодно, да? Знаете, лист бумаги вы можете положить так, как вам нравится. Да, на маленьком, на четвертом листочке. А если все не помещаются, или как-то их надо уложить, да? Ну, либо уложить, либо если что-то лишнее вам оказалось. Как вам кажется, то вы можете не брать его в свой калаш. Потому что это же ваше же счастье. А вырезать можно картинку? Да, можно как раз для этого. Картинки можно вырезать, можно их приклеивать, а можно потом закрашивать. Ну, то есть это много способов, да? Здесь вот я подготовила по максимуму, чтобы вам было удобнее и проще. Вот. Значит, полистали журнал, выбрали картинки для себя, значит, и потихонечку начинаете их приклеивать. Все просто, нам нужен клей-карандаш. Вот. Я в процессе создания делаю вот такие компоновки картинок, да, то есть несколько маленьких картинок, склеиваю в одну, и потом уже приклеиваю эту одну. То есть, ну, это как способ просто чуть... Как они разлетаются по бумаге. Вот. И поэтому, чтобы они так не очень разлетались, я их склеиваю такими паровозиками, намазываю клеем. Угу. Вот. Значит, и для приклеивания рекомендую использовать кисточку. Волосяную. В смысле, щетинистую. Щетинистую. Да. Значит, приклеивается и разглаживается кисточка, чтобы ровненько все держалось. Потому что, мне кажется, что, как бы, качество создания работы, в общем, оно влияет на... На конечный результат. Если не халтурно сделать, а как-то там все-таки постараться. Это же ваше желание. Да, да, да. Поэтому вот надо же поработать над тем, чтобы они... Ну, хотя бы в виде коллажа. Да, 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 да. Чтобы все получилось. То есть сейчас мы их так по картинке, да, складываем, пока они у нас... Да, вот как вам понравится, делайте так, чтобы вам нравилось. Основной критерий правильности – это вы. То есть все у вас внутри. Помните, делаем карту ваших желаний. Поэтому вы со своими желаниями сами... Ну, как это? Как-то разбираемся. Сами разбираетесь, да. Смотрите, чтобы вам это нравилось. Потому что это важно. Потому что если вам ваш коллаж не нравится, то вы как тогда будете потом? Ну да. Что вы будете на него смотреть и говорить? Фу, какая гадость. Как же вы тогда это получите? Потому что вот этот коллаж, например, большой, там, ну, то есть если его читать, то там прямо у меня запрограммирован некий процесс. Да? Да. То есть, да, этот коллаж про вот эти коллажные мастер-классы. А рассказать можно вот интересно или нет? Да, конечно. То есть я здесь только... Здесь только некие... Пожелания, пожелания. Здесь мое состояние. То есть состояние готовности к творчеству. Заложено здесь, да? Готовности делать, готовности работать, готовности как-то это, ну, я не знаю, нести в люди, ну, что угодно, да? Готовность. Значит, дальше использованы несколько символов из китайской... Ну, из китайского... Из фэншуя, в принципе, да? Потому что вообще карта желаний, источник её именно в фэншуе лежит. Это уже такая интерпретация вольная. Значит, поэтому символы... Ну, вообще символы вообще усиливают. Это дракон, он про движение, про благосостояние, ну, в общем, что-то такое, да? Ага. Вот. Это деньги, ну, понятно, да? Да, 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 да. И вот там ещё есть такой символ, это высшие силы, да? Третий глаз. Ну, как это? Не третий глаз, он как это? Всевидящая улка. Ну, внутренний глаз. Всевидящая улка. Всевидящая улка важная штука, потому что в данном случае мы смотрим вовнутрь себя, а оно всевидящее, как бы, да, про то, что и внутри тоже. Вот. Значит, что дальше? Дальше идут люди. То есть я делаю мастер-класс для людей, да? И вот у меня тут есть люди, вот эти две девушки, вот эти две девушки. Я уже сейчас смотрю, как реализуется калаш первые две девушки в бирюзовом и в розовом. Место, где я его начала вести, этот мастер-класс, центр женский мир, и там фирменный цветаж, бирюзовый и такой вот розовый. Да? Ух ты! Далее потом идут люди, люди в белом тоже. Это реально, то есть сейчас это уже вот реальные люди, которых я могу сказать, что-то они. То есть когда вы делали этот калаш, вы еще не были с ними знакомы? Они еще пока не занимались, не были в процессе мастер-класса этого, не организационно, никак, никак, никак. Просто был калаш, и мое желание, да, чтобы этот мастер-класс как-то жил, рос и нес добро в люди. Да. Вот. Есть такая фраза, лежать в направлении мечты не всегда бывает достаточно. Поэтому, если, например, вот касаемо машины, вот у кого-то там есть мечта, хочу там такую-то машину. Да. Человек в этой машине не сидел, не видел, первый шаг, сходи, пожалуйста, в салон, сядь в эту машину, посиди в ней, поезди, это же возможно, да? Да. И тогда, даже если ты не решишь, что тебе это не нужно, да, то у тебя твое желание, твоя сила твоего желания, она только увеличится, да? Потом еще можно как-то, ну, каким-то способом прикоснуться к этому, да, вот прикоснуться, ну, не знаю, с людьми пообщаться, которые, да, на этой машине ездят там, например, да? Ну, то есть как-то, как-то вот в эту сторону что-то делать, то есть, ну, просто хотеть, хотеть, и на диване лежать, и хотеть, это бессмысленно. Бог говорит, купи хотя бы билет, анекдот такой, что ж мне так не везет, я вот играю в лотерей, да хоть купить хотим. Вот, по идее, да, вот это место, у меня тоже на коллаже много места, значит, и его нужно закрашивать. Знаете, вот пока еще такой момент, что есть еще разные списки, там, сто желаний, например, список написать, да? Вот желание нужно как-то, у нас же в головах там черти что происходит. Я не знаю, как в мужских, но в женских так вообще кошмар. Вот, и ты же подержишь, у нас же хочу это, хочу это, хочу это, в 150 хочу в день может случаться, и попробуй, это же все сложно исполнить. Поэтому это актуализация желаний. То есть, что мне самое важное на данный момент жизни? На одном из мастер-классов девочка набрала тоже себе кучу всяких там машин, квартир, прочее, стала делать калаш, она говорит, не идет мне вообще ничего, это все не бриллианты, ничего, только косметик, духи и косметика. Сделала калаш, и понимаешь, чего мне сейчас не хватает. Сейчас не хватает любви и внимания к себе. Калаш еще, он показывает вам, что вам сейчас актуально, потому что мы же не всегда это сами понимаем. Так, значит, я сейчас покажу, как красить. Значит, это техника. Мы наклеили. Техника с сухой кистью. Макаете чуть-чуть, это гуашь, макаете чуть-чуть кисточку в гуашь. Я ее чуть-чуть снимаю, вот у меня тут тоже, видимо, нечего. Вот, часто бывает, что много краски, мы просто снимаем и начинаем вот так вот как-то затыкивать. А, затыкивать. То есть не красить нужно, А, все понятно. А затыкивать. Да? Вот такой способ, как для тех, кто не умеет рисовать. Ой, 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 что-то я тут напачкала. В салфетку, да? В салфетку, да? В салфетку, да? А если тут наляпала, тоже надо чуть-чуть, можно ее и... Можно, да, протереть чуть-чуть. Да? Да. Да, лучше сухой, конечно. Да-да-да. Задача такая, чтобы не было... Не было контуров. И не было просветов. То есть вам, по идее, нужно краской покрыть всю белую поверхность листа. А если вот на картинку заходит, это тоже все. А вот ничего страшного, потому что как раз, если кисть все-таки сухая, если вам удастся все-таки сделать сухую кисть, то на картинках получается, знаете, как эффект, как у импрессионистов. У них не было конкретных картинок, да? У них как бы одна... Размытая. Да-да-да, размытый такой поток жизни они рисовали. Вот то же самое можно тут попробовать. Значит, если у нас... Сейчас покажу, как делать переход. Вот можно натыкать одной краской, а потом навстречу тыкать другой краской. И они при пересечении вот так вот аккуратненько смешиваются. А если у меня уже тут почти все докрашено? Ну, значит, все хорошо у вас. А, я бы вот вам порекомендовала немножко заходить на края картинок. Да? Пускай они будут. Ну, вот на женщину не надо, да? А вот на небо можно зайти. Это у нас... Ну, тут же костюм белый попачкается. Зачем? Да-да-да. На эту сухую землю, которая под машиной тоже. Вот если вы ее сделаете из нее, землю более зеленую, да? Как будто травка. Потому что это уже дальше ваша история, ваша фантазия. Вы дальше уже там творец своего счастья самостоятельно все делаете, что хотите. Да. И вот у меня... Ой, Марина. Очень стильная картина получилась. Да вы что? Да? Да? Ой, у тебя как здорово. Тоже класс. Замечательно. Вот она. Спасибо вам большое. Такие вот у нас желания. Ну, заветные. И нужно запомнить это состояние, да? Да. Помните, знаете, еще, когда если вы будете, например, ее смотреть иногда, возвращаться, как это желание загадываешь, его надо отпустить. Да? Да. Вот. Вот вы сейчас в процессе... Вот так, может быть, это вот так? В процессе как бы загадали. Или лучше не так, а просто вот так вот, да? Вот так. А вот как хотите. Опять же, все ваше творчество, да, хотите, в рамочку повесьте где-нибудь там в уголке, в рабочем, чтобы напоминать себе периодически про ваше желание. Но напоминать, знаете, как... Не так, что... Так, вот у меня тут машина запланирована, чего-то у меня в расписании, что у меня нет. Вот вы видите, смотрите и говорите «хочу». И прям чувствуете, как вы его хотите. Вот что у вас там нарисовано. И вот это состояние прям... Можно попробовать даже его еще усилить, чтобы вот прям Вселенная точно знала, что вы прям очень хотите. Ну что, надеемся, что у нас исполнится наше желание. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ну а вы, дорогие телезрители, тоже делайте такие карты желаний. Вот, я думаю, все у вас сбудется обязательно в новом году. Ну что ж, для исполнения ваших желаний необходимо терпение, целеустремленность и вера в его исполнение. При этом не забывайте делать хотя бы небольшие шаги на пути к заветному желанию. Мы прощаемся с нашей гостьей, а вам, дорогие друзья, желаем оставаться на нашем телеканале. Впереди небольшая пауза, и мы скоро вернемся. Рисование как любовь. И в настоящее время появилось много возможностей для реализации своих талантов именно в этой сфере искусства. Достаточно обыкновенного карандаша, акварели или гуаши. Да просто достаточно отбросить страх перед тем, что ничего не получится, и шагнуть навстречу себе. Человек от рождения наделен величием, а рисование дает возможность этому проявиться в полной мере. Рисование – это одно из самых красивых, разнообразных и одновременно доступных видов увлечений, знакомое каждому с самого раннего детства. В последнее время все больше взрослых людей, которые раньше никогда не рисовали, пробуют себя в этом виде творчества. И у многих становится любимым занятием. А с чего начать? Мы поговорим об этом с нашей гостью. У нас в гостях художница, певица и просто творческий человек Веда Рам. Здравствуйте. Здравствуйте, Веда. Здравствуйте. Ну, как же научиться рисовать? Вот мечта уметь рисовать, но как-то вот... Не сложилась сначала. Не сложилась, да. Ну, я хочу сказать, что тут есть, конечно, определенное количество советов. Первое, очень ценный момент, что, во-первых, можно себя окружить художниками. То есть и попасть в эту атмосферу, ауру. То есть ходить на выставки, какие-то мероприятия, на которых собирается много художников. Может, есть какие-то друзья художника. Потому что, вот что ни говори, есть такая пословица, что хочешь быть святым, общайся со святыми, вот хочешь быть музыкантом, общайся с музыкантами. И так, кстати, часто происходит. Хочешь быть счастливым, будь им. Общайся с счастливыми людьми. И, кстати, про успех тоже. Хочешь быть успешным, общайся с успешными. То же самое, что касается творчества. Если мы хотим рисовать, то нам очень важно как-то соприкасаться с людьми, которые непосредственно рисуют, творят, может, просто занимаются каким-то видом творчества. Ещё следующий очень важный момент, во-первых, опять же, мне тоже хочется поставить на первое место, это материалы художественные. чтобы они не только были в доме, где-то там на полочке, где-то там лежали. И стали. Да. Очень важно, чтобы материалы, они были вот так незатейливо, присутствовали на столе. Может быть, с собой где-то, да? Желательно покачественнее, да. Я бы даже предложила такую идею, как маленький блокнотик, да, там, с акварельной бумагой, который всегда с тобой, и вот ты можешь... Какие-то зарисовочки делать, да? Да, общаясь с друзьями, там, летя в самолёте, как я люблю. Путешествия где-то, да? Да. Вот тут у меня даже какие-то горы есть. Делать зарисовки такие, да? Делать зарисовки, да, и какие-то моменты. Суть в том, что когда мы постоянно рисуя, мы незаметно для себя повышаем уровень, и сам человек может не заметить, как он из, так скажем, профана даже, да, вот совсем не умеющего рисовать, в какой-то момент, делая это постоянно, да, вот в маленьком даже блокнотике, вот он общается с друзьями, вот он сидит в кафе, кого-то ждёт, вот он разговаривает по телефону, и что-то вот у него пошло, он рисует, и суть в том, что это всё накапливается, это всё накапливается, и в какой-то момент вы смотрите, а вы уже там, оп, нарисовали цветы, это вот я очень люблю. Я домой приезжаю, и у меня мама начинает, ой, нарисуй цветочки, я понимаю, что вот, вот уже оно само. Можно всегда порадовать близкого человека. И самый, кстати, важный момент, вот многие как бы не рисуют, опять же, потому что боятся, считают, что вот не умеют рисовать, а если осознать, что каждая линия, по сути, это чудо, это чудо, что не брать за основу, что ой, так плохо, хорошо, ой, не получается, концентрироваться не на этом, а именно просто на желание что-то красивое создать. Самовыражение, да? Больше смотреть каких-то красивых, опять же, фотографий, картинок, концентрироваться на красоте. Вот эта концентрация на красоте и умение подолгу что-то рассматривать, это уже залог того, что где-то там, я, кстати говоря, в детях, когда вижу, если ребенок долго может рассматривать там, книжки детские, там, просто картинки, я понимаю, что передо мной будущий художник, потому что это очень важное свойство. Сегодня вы обещали показать нам основы какие-то, да, рисование, для тех, кто что-то боится воплотить, вот с чего можно начать, с каких деталей, с каких штрихов, может быть, мазков у нас есть, и краски тоже, и карандаш. Да, да. И с детства я обнаружила такой интересный фактор, что если мы не знаем, как что-то рисовать по правилам, да, там, анатомию какую-то там, как штриховать, мы можем просто стилизовать. Стилизовать как Пикассо. То есть Пикассо, как, он шел из, как, скажем, из реализма, да, из там, высших каких-то учебных заведений и пришел к своим таким абстракциям, которые ценит весь мир. А мы можем, в принципе, позволить себе и наоборот. По крайней мере, так я поняла в детстве. И вот тут у меня есть некоторые картины, которые я рисовала в детстве, когда я это поняла. Вы видите, да, что у них там руки вот могут выглядеть как-то вот так странно, ну и все, в принципе. Но это как-то работает. Да, это очень интересно. Потому что ты, когда рисуешь из себя, через себя проводишь, то вот оно вот как-то оживает. Это и смотрится на оно. Это сколько вам лет было, когда вы это вот с этим рисунком? Ну, вот это лет 12, наверное. А вот тут есть такие картины, которые я даже сейчас так не рисую. Вот это у меня было 10 лет. Такие они очень мелкие. Вот это вот, к примеру, портрет моей бабушки, к сожалению, не дорисованный. Это портрет? Это сколько вам лет было? Ой, ну, я так плохо помню, но вот тоже лет 12, да. Вот такой домовой. Вот как раз вот эту технику, которой тут изображен этот прекрасный герой, я хотела поделиться с нашими зрителями. Потому что когда-то мне ее показала учительница, и самое смешное, я до сих пор ею пользуюсь. Да, я покажу... Покажите скорее нашим телевизорам, потому что уже прям хочется увидеть. Самый важный момент – это владение линией. То, что, чтобы мы не рисовали, самое важное, чтобы наша линия была жива. Ну, это мое какое-то личное понятие. Сейчас я вам покажу, что это означает. Вот, обратите внимание, да? Я нарисовала одной линией всего лишь, но она работает. Еще раз, почему? Потому что кое-где линия утолщается, а кое-где утончается, как, ну, не знаю, пульсирующая вена, да, артерия. То есть она живет. Как река. Она живет, да. И благодаря этому рисунок смотрит. Значит, вы сейчас показываете нам технику. Да. Технику сейчас показываю акварельную. Я ее называю техникой размывки. Она... Когда-то мне очень помогла эта техника. и заключена в том, что мы уважаем границы, от которых мы отталкиваемся. И, к примеру, в каком-то уголочке, допустим, тут, мы кладем краску. Потом мы, обязательный момент, моем кисточку и часть воды убираем с нее, чтобы было ни много, ни мало воды. И вот по краю, именно по краю... Размываем, да? Мы размываем, да. И можно даже еще раз кисточку помыть, чтобы вот этот переход, он был максимально плавный, чтобы прямо в белое уходило. И вот такая техника, на первый взгляд, простая, она дает столько возможностей, потому что, опять же, в эту краску, в этот цвет... Как будто тень или что-то переходит. Да-да-да, оно все оживляет. Во-первых, можно капнуть еще каких-нибудь цветов. Кстати, акварель считается очень сложной техникой. Для меня она самая, так скажем, любимая и простая. И, опять же, это следование границам. Из-за того, что у нас есть граница, у нас не перетекает вода за ее пределы. Это так же, как в жизни. Очень важно соблюдать границы в отношениях. Так же и здесь. Тут все законы действуют те же самые. И, опять же, никто не запрещает листик вот так вот повернуть, чтобы само оно растекалось. Какие-то можно оставлять пробелы. И надо оставлять пробелы в судьбе. Они среди бумаг. Места и главы жизни целые, отчеркивая на полях. Ах, какая прелесть. А это что-то в голове, какой-то уже план есть? Или просто абстракция такая? Ой, вы знаете, в голове, слава богу, у меня почему-то ничего нет. А что получится? Я вообще рекомендую всем отбросить страх. Отбросить страх. Никаких тут думней мыслей. Просто вот идет рука, и идем за ней. Главное соблюдать границы. Главное, у контура темное, светлее к центру. Нет, нет тут никаких правил. Почему я даю опять же эту технику? Это то, как мне нравится рисовать. И я понимаю, что у каждого человека, которому хочется рисовать, у него все равно на каком-то этапе появится свой стиль. Но порой в какой-то момент сначала нужно от чего-то оттолкнуться. Да, и как бы эта техника... Она поможет, да? Да, она может помочь просто вот сесть, да, мне там что-то рассказали, что можно вот так и так, из чего-то начать. Потому что порой очень сложно начать, и все откладывают это на потом, еще куча дел. Еще, кстати, очень важный момент, чтобы никуда не надо было бежать. Вот это вот. Чтобы чувствовать спокойно. Да, спокойно сидеть. А то я сейчас порисую, что за хлебом побегу. То есть, да, надо как-то... У меня так не получается рисовать. Был абсолютно свободный день или вечер, да? Ну, честно говоря, поэтому лично я пользуюсь тем, что существуют всякие праздники, приходят друзья, какие-то бывают мероприятия, которым мне приятно общаться. Вот как с вами мы сейчас общаемся. Я вот так же общаюсь с друзьями и одновременно рисую. А какое воздействие может оказывать это рисование? Вот вы за собой что замечали, как художница? Ну, вот есть два момента, как работает рисование. Во-первых, это выплеск эмоций. Во-первых, вы понервничали, что-то переживали. Вы можете сразу что-то нарисовать и это выплеснуть на бумагу? Да, и это очень ценно, потому что я заметила, что прям, извиняюсь, ну, заболела я гриппом даже. Простой пример. Заболела я гриппом, мне не хотелось болеть абсолютно. И что я сделала? Я взяла и нарисовала этот грипп. Причем я нарисовала такой, какой симпатичный, то есть вот у меня отношение к нему такое было. Вот, я на него посмотрела, отделила его от себя, перенесла ему на рисунок. Вы знаете, я выздоровела в тот же день, хотя в перспективе я должна была болеть где-то неделю. И то же самое касается каких-то наших внутренних переживаний, да, какие-то у нас есть, бывают стрессы, бывают какие-то обиды, и мы их тоже можем вот выплеснуть. Да, а мы знаем, что вы, когда рисуете, вы еще и поете, слышали про такое. Может быть, исполните нам что-то. Может быть, исполните что-то, да? То есть это еще какое-то дополнение, да? Вы знаете, да. Я вот, кстати, на своих уроках я начинаю с того, что сама пою, а потом пою вместе с учениками, как бы в это. Потому что, мне кажется, это особенно помогает настроиться самим собой. Потому что лично я пою именно то, что приходит. Приходит вне ума. То есть... На подсознание. Рисование, оно помогает нам действительно как-то отдохнуть от бесконечных мыслей. Вот. А пение, оно, кстати, помогает настроиться на это рисование. Могу вам чуть-чуть продемонстрировать. Давай, с удовольствием. Девушки отдыхают. Ком-даракум-ба-я-я. Ком-барар шум-ма-я-ю. Томбассы керохянда. Мам-даракум-ма-я-ю. Баранаха он-бай-ян-да. Томбай-а-а-май-лока. Томбай-а-а-а-жум-па. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вы знаете, вот я его называю тарабарский, вот от ума невозможно. Вы рисуете и поете вот так вот? Да, мне так нравится, просто сейчас было не очень комфортно, да. И как-то успокаиваетесь, приходите в гармонию с самой собой, да? Да, у меня как-то был момент, когда я только начинала собирать людей, которые меня сильно просили об этом, и я как-то нервничала. Я думаю, ну как же успокоиться, как же успокоиться? И в итоге думаю, ну надо порисовать перед этим, рисую, как-то не могу успокоиться. И тут я стала петь, и оказалось, что вот эти два действия, когда ты и рисуешь, и поешь, оно очень как-то ум не успевает делать два действия одновременно, и петь. То есть я вообще считаю, даже можно не петь, а просто включать какую-то музыку и рисовать. Вот это способствует. Вот, и хотела напоследок показать картину, которую я рисую даже в самолете. Вот мне очень нравится. В кафе, в самолете. Вот это вот как раз тут, вот эти техники, которые я рассказываю, да? Вот эта линия. Контура и размывание. Надо сразу не понять. Контур и размывание вот этих линий, да? Да, да, да. А это тоже акварельные краски, да? Вот посмотрите, тут везде присутствует вот эта вот размывка, она везде. Да, и контурчик. Контурчик. Да, и вот эта вот живая линия тоже, такие акценты, когда мы в каких-то уголках затемняем. Я просто искренне делюсь вот этими знаниями. Мне хочется, чтобы люди творили, чтобы люди были счастливы и умиротворённы. Вот, потому что я понимаю, что вот творчество, оно меня само очень умиротворяет и делает счастливой. То есть я живу в Москве, и я понимаю, что я счастлива. Да, вы абсолютно гармоничный человек, абсолютно гармоничный. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Ну что же, и так следует из сегодняшнего нашего разговора, что рисование должно быть естественным процессом, жизненно важным и необходимым для нас. Получайте от этого удовольствие, будьте счастливы, открывайте в себе всё новые и новые грани, проявляя свою духовность. Но, к сожалению, у нас осталось мало времени, мы прощаемся с нашей гостью. У нас в гостях была Веда Рам, и будем рады видеть вас вновь в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну а наша программа продолжается. Новый год хочется встретить за новогодним столом, на котором присутствуют не только всевозможные салаты, закуски и горячие блюда, но и десерт, который мы так ждём с нетерпением весь вечер. От того, как вы его приготовите, украсите и подадите, будет зависеть настроение у всех ваших гостей. Итак, под конец праздника хозяюшка решает внести десерт, а вы понимаете, что места в вашем желудке даже для очень маленького кусочка нет. Но с нашим сегодняшним десертом совсем другая история. Он абсолютно диетический, а также ещё и очень полезный. Ведь основной ингредиент – это авокадо. А что ещё входит в состав этого десерта, расскажет и покажет нам наш гость – шеф-повар Павел Заварзин. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Вы уже вовсю приготовились, настоящий шеф-повар, принесли все ингредиенты. Расскажите, что это за такой необыкновенный десерт «Основа авокадо». Это будет шоколадный мусс из авокадо. Интересно. То есть авокадо будет как основа. Вкус будет формироваться из вишни свежемороженой, гречишного мёда и какао-порошка. То есть стопроцентный шоколад. И подавать я это всё буду с помело. Помело – это самый гармоничный цитрусовый. Он в меру сладкий, в меру кислый, хрустящий, сочный, в меру горький. То есть самый умеренный цитрусовый из всех. Ну и, кстати, диетический, потому что содержание фруктозы минимальное в нём из всех цитрусовых. Но поскольку основной ингредиент авокадо, я начну с него. Как правильно его выбрать? Потому что здесь, конечно, встают вопросы. Это всё-таки экзотические для нас фрукты? Ну, уже не очень экзотические. Ну да, уже привыкли, но всё же. Ну да, но основной критерий – это мягкость. Он достаточно плотный, толстая кожа, но при надавливании она проминается. Проминается, да. Значит, авокадо спелый. Если авокадо уже купили жёсткий, ну ничего страшного, можно оставить в тёмном месте на несколько дней, дозреет. При комнатной температуре или в холодильнике? При комнатной температуре, да. Ну, можно вообще даже схитрить и положить в микроволновку. Да? Ну, это хитрости уже такие поварские. Да-да-да. То есть, надо быстро. Если надо очень быстро, да. Как его чистить? Удобно и легко. Так. Его нужно разрезать вдоль. Пополам. Но не до конца, да? До конца. Прямо до косточки. Там вот такая большая косточка. Сейчас покажу. И вот так провернуть. Ага. Ух ты. Потрясающе. Да, вот эти маленькие хитрости. А как... Потрясающе. Спасибо. Конечно. Это будет много. Как вынуть дальше косточку вот эту? Да. Вот так. Потрясающе. Вы выкормили. Ты на ошибок трогаешься. Абсолютно верно. Да. Дальше можно очищать авокадо. Аккуратно. Можно при помощи ложки достать мякоть. Я буду блендером взбивать. Поэтому я сразу... Сразу в блендер. Вот. Эмкость. Ну да, он спелый, быстро чистится, легко. Очень легко чистится, да. А чем вообще так полезен авокадо? Вот что там такое полезно? Авокадо – это кладезь витаминов. Витаминов и микроэлементов. Ну, например, витамины группы Е и группы А. Это овощ или фрукт? Овощ. 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 Овощ, да? Вот я как-то с перчиком, с солью вот его подают, бывает, тоже как маслица намазывают на... Самый шикарный – это гуакамоли соус с авокадо, когда авокадо разминается с чесноком, с луком, с соком лайма, с чили, помидорчик. Конкассные витамины. Конкассные витамины. Да, шикарная штука. Это вообще очень хороший завтрак. Потому что здесь много жиров, мононасыщенных. Они очень хорошо усваиваются организмом. Он достаточно калорийный. То есть можно поправиться, если каждый день есть по нескольку авокадо. Ну, в меру, конечно. Можно в меру употреблять, потому что даже польза может приносить вред. Ну, да, да. Чрезмерно, да. Ну, конечно. Тут без фанатизма нужно относиться к любому продукту, даже к самому полезному. Потому что там полезный лимон, да, может вызвать аллергию. Он полезный? Полезный. Витамин С. Ну да. Так, значит, мы почистили авокадо. Вот новые способы мы запомнили. Причем узнали, как правильно и быстро. Закручивать, значит, надо, а косточку вынимать, вонзив нож. Вонзив. Вонзив нож в косточку. Вот. Теперь блендер. Так. Обычный погружной блендер. Я думаю, что у каждой хозяйки дома такой есть. То есть ничего не добавляем, сразу работаем блендером. Сейчас буду добавлять просто. Я просто сейчас покажу, как. Он превращается в пюре. И теперь сюда же. Я добавляю вишню свежемороженную. Она оттаяла уже. И там дала сок, да? Дала сок. С соком можно, да? Ну, с соком осторожно, потому что любая жидкость в муссе, она делает его жидким. Поэтому я сейчас буду без сока добавлять. А, у нас это мусс. Мусс, он десерт. Поэтому сок не нужно. Соком можно регулировать дальше, если нужно. Как получилось еще, да? Этому соку можно другое применение в Новый год найти. Ну да, да, да. Ничего не пропадет у хорошей хозяйки. Да. У Кончаловских была знаменитая яичница, вот Наталья Кончаловская. Они, ну, все, что было в холодильнике, они просто туда добавляли. И, в смысле, очень вкусная какая-то фирменная. А, как-то смесь, да? Да, смесь, но там какие-то особые. Овощи, кусочки остались какие-то, да? Да, да, хорбаски, да, да. Ну, это мы, к слову, отвлеклись от нашего десерта. Значит, у нас было авокадо, вишня. Да. Сейчас я добавляю туда гречишный мед. Гречишный мед тоже классная штука. Он имеет очень яркую индивидуальность. Здесь смесь сладкого и горького. Да, да, да. Он такой томный. Да, да. В то же самое время не... Ну, я не знаю, про мед, если можно сказать, что он непритерный. Непритерный, ну, конечно, конечно, бывает. Вот цветочный очень притерный бывает мед. Вот, и он очень узнаваем. Да. Очень интересно, дополняет другие вкусы. Что-то... Так, и теперь я добавляю... Каков порошок? Вот здесь аккуратненько его я сначала... Видите, что он делает? Вернее, что я делаю? Я даже, наверное, сначала его перемешаю ложкой, чтобы он излишне не фонтанировал. Видите, там своя жизнь идет. Своя жизнь у ингредиентов. Взаимодействие, да. Вот, и, собственно говоря, ну, вся прелесть этого блюда в том, что здесь можно не придерживаться какого-то конкретного, ну, количественного сочетания какого-то рецепта. То есть не надо там 100 грамм того, 100 грамм всего... По вкусу. По вкусу. Есть масса авокадо. Эта масса наполняется разными вкусами. Мед дает сладость и горечь, вишня дает кислоту и такую, ну, охладкость такой, не знаю. Да-да-да, холодок такой. Холодок. А, какао. Какао дает шоколадность. Шоколадность. А как правильно потом есть этот десерт, с чем, чем запивать или не нужно запивать? Здесь, в этом мусе есть все. А это вот сейчас вы ответите на этот вопрос, когда попробуете. Интересно. Так, мус готов. Мус готов. Теперь помыла. Вот это помыла. Да. Ее, конечно, помыть сначала. Да, помыть. И как правильно чистить, чтобы это было. Тут достаточно толстая кожа. Да, очень толстая. Неудобно. Да. Я сейчас ее разрежу по спирали. Я не боюсь прорезать слишком глубоко, потому что ничего страшного не будет. Ничего не вытечет, достаточно плотное. И по спирали надрезаю. Крупная спираль такая. Получилось прям. Так, по кругу всю, да? Весь плотно. Четыре получилось у нас там каких-то разрезов таких, ну, на вид. Вот они. Спираль. Теперь я верхний. Вот здесь вот крепится к середине. Если не хватает силы, можно чуть-чуть надрезать. Можно оторвать, это несложно. И дальше пальцем большим я просто веду. По этим срезам. Просто и... Смотрите, прям сразу это раскрывается. Вот такие мелкие какие-то рецепты, они такие полезные, они такие нужные советы. Облегчает доступ к продукту, я скажу, даже больше. А скажите, а как правильно кокос? Да. Разрезать, чистить, да. Его сначала нужно обстучать. Так. А потом по экватору кокосовому. Либо другой стороны ножа. Да. Ну, либо топорик есть куконный. Ударить. Точечно ударить по кругу. И тогда он распадется на две части. Да, на две половинки. И при этом его будет легко оттуда выцарапать, потому что... Ну, это не очень будет его легко выцарапать, там тоже зависит от спелости кокоса. Но, по крайней мере, это будет такой прям вход в него. Это, кстати, ароматизатор для воздуха. Вот так. То есть можно оставлять, пусть пока, да? Он уже чувствует аромат. По мэлу. По мэлу. По мэлу, да. Дальше либо разрывать. И вот дальше доступ к помэлу. Ну, здесь, конечно, они хорошо сами отходят, да, пластинные эти? Вот. Это он сухой, это просто он не пересушенный. Вот такой вот... Это спелый хороший помэлу. Спелый хороший фрукт. Да. И вот такими целыми сегментами... Украшаем, да? Украшаем, а отка... И вообще вот так прикольно и есть. Просто его вот так вот начистить, и можно оставить. Угу. По мэлу целую почистить, и целый день она стоит. Она не высохнет, там, не знаю, несколько дней она может простоять. Вот так вот, без шкурок, без этих, да? Да, ну, потому что все это готовое. Угу. И вот как это можно сделать. Этот десерт праздничным. Угу. А, и вот так кусочками украсить, да? Да, еще вот я взял с собой физалис. Тоже прикольные ягоды. Потому что еще интересны, конечно, цветовые сочетания блюда. Физалис кисленький и тоже чуть-чуть хрустящий. Это такие, как маленькие помидорки, да? Это как называется? Физалис. Физалис, да-да-да. Да. То есть это фрукт или тоже... Ягода. Ягода. Ягода, да? Вообще ягода. Как помидорочки такие, это, мне кажется. И вот на столовое время пыльцы. Да. Она продается на рынках, там же, где продается мед. Да. Ее хранить нужно в холодильнике, для того, чтобы она не портилась. И чуть-чуть. Потрясающе. Высыпаю. Ну и, собственно говоря... Красивый десерт. У нас просто передача «Кладезь вкусной и здоровой пищи». Точно. Спасибо. Так, интересно. Надо загадывать желание. Первый раз что-то пробуешь? Мы загадаем. Новогодние. Сейчас у нас это дни предновогодние, новогодние, посленовогодние. Надо загадывать желание. Ну, Аня. Загадывай. Загадывай. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. Такой вкус своеобразный. Очень вкусно. А авокадо, как ты даже не понимаешь, что там авокадо на самом деле. Да. Вишенка. Отрывается чуть-чуть шоколад. Где-то нотка меда. Да. Горчинка этого гречишного, вот именно меда. Авокадо дает легкость. А главное, что хочется еще. Да. Просто потрясающе. Мы загадали желание. Мы думаем, что и наши телезрительницы тоже сделают такой десерт для своих любимых, для своей семьи. Мы благодарим нашего гостя Павла Заварзина. Спасибо вам большое. Приходите к нам. Приходите еще. Очень интересно. Ну, а наша программа, к сожалению, подошла к концу. С вами были Марина Яковлева. И Анна Березина. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»